Всем хеллоу, с вами СААНЧОУС И в кое-то веке походу снова будет долгое прохождение А то последнее время сплошь какие-то микрочеликсы на один-два видосика и зачастую именно один Потому что не было практически на что плотненько так подсесть, но сейчас появилось Ну и я к своему стыду походу разучился в видосах воду лить Но сейчас для этого появятся невероятные возможности, потому что Айрон Кюартен и потому что США И этого мало того, что будет много, это будет еще и жирно Потому что в интересный период с 46 по 91 товарищи п***досы успели понадворить столько фигни Еще и больше хитроф***но, чем в открытую Что всякие там бургундские крулюбительские попуски с их глобал планами и рядом не стояли С ТНО реально несравнимо, там Америка слишком позитивная даже после обновления Агли Америка То насколько она Агли была ИРЛ вообще сложно перебить, но я кстати попытаюсь Ой, там много всего еще будет Чуть-чуть прогреем холодную войну Примерно до температуры взорвавшейся атомной бомбы А чтобы сотворить полный приколдесс и точно не дать миру шанс на ну просто существование Не только я за Фашингтон буду активнее дела творить Но и коммунисты будут поагрессивнее шевелиться Теперь миру точно п***ц, но зато это будет интересно С целями прохождения я в принципе определился Да, США действительно успела натворить немало говнеца в период холодной войнушки Но как по мне, недостаточно Так что мы будем делать еще больше У некоторых может возникнуть вопрос А чё это я без русификатора играю, на что я отвечу А вас... Ну а вообще, по крайней мере, на момент записи ролика Оно отправку добровольцев ломает Что практически в любом другом моде было бы терпимо Но не в Айрон Кёртене с его прокси-войнами В разного рода мухосранях по всему миру Где иностранных добровольцев Я, если что, сейчас скобочкой показывал Совокупно с обоих сторон больше, чем местного населения А с моей особенной внешней политикой Будет несколько раз Ах, Америка Самая великая и, что еще важнее, самая изобретательная нация на планете Ведь именно они изобрели понятие гуманитарной бомбардировки А как я говорил в моем прохождении за США в ТНО Это когда бомбят гуманитариев И, кстати, в отличие от того раза Мне не придется вечно румынить и терпеть Проблема, в общем-то, наоборот Как бы всю эту радость слишком быстро не закончить Что-то я об этом не подумал, когда агрессивного Сталина делал А хотя ладно, все норм Этот добряк и не может третью мировую начать Самое агрессивное это красный аншлюз какой-нибудь И коммунизация турок А вот США О, б*** А, точно можно будет вписаться за венгров Хотя они, честно говоря, этого не стоят И, по-моему, еще что-то где-то Потому что вот эти вот все ветки Вот эти вот все Не считая мелкой военной Посвящены наведению суеты по всей планете Мы буквально в каждой б***е демократическая затычка Я чувствую себя маленьким ребенком в магазине с игрушками Все такое интересно И все так хочется потрогать И обязательно потрогаю А еще в петушином угле есть ветка президента Про внутреннюю политику в основном Но, как вы понимаете, оно тут далеко не самое главное Демократия, демократия Вот защищать всякие нищие бунтустаны от коммунизма Путем бомбления их в каменный век В принципе, никто не откажется Кто там в белом доме сидит, мне вообще насрать Ну, кроме одного челика, который не настолько веселый, насколько мог бы быть Но все равно лучше остальных Тот парень, который Give me remote control of the ядерка Да и просто американский Цезарь, но в другой вселенной МакАртур К сожалению, у него нет предвыборной кампании Отправки советским детям подарков на Новый Год В виде нескольких тысяч мегатонн Но все-таки он вроде бы как по буйне остальных демократиков-республиканцев должен быть Да и кто, как не он, на роль великого сокрушителя коммунизма подойдет? На заранее надо бы побольше стратегических бомбардировщиков понаделать С начала игры прям их усиленно хуярить Как средство доставки счастья и радости бедным детям, порабощенным коммунистами по всему свету Все ради бедных детишек Ну, а кто здесь коммунист и кого бомбить, определяю уже я По большей части вообще все, кто мне не нравится Сразу начинаем с Госдепа Поганова Ну и, конечно же, наебенем целую адовую кучу авианосцев Просто потому что Америка! Да и вообще, чем больше размер корабля, тем меньше размер того, что ты компенсируешь большими размерами корабля И прямо сходу вертолетики есть! А где? А, это морской... Наху надо Погодите, это серьезно? Гигантская летающая хуя, предназначенная для стратегического уничтожения всего вообще в каменную крошку В том числе и атомными бомбами, называется миротворец? Сука, как же это все-таки по-американски Но вот армия у нас для самого главного мирового защитника А как известно, лучшая защита это нападение, что-то совсем такая себе Благо на складах еще на миллион человек гира хватит И всяким туземцам на борьбу за нашим ли... С грязным коммунизмом хватит еще А почему мы супертяжелые танки вообще не делаем? Большие танки, большие корабли, большие бургеры Большое желание убивать коммунистов любой идеологической принадлежности Большие кредиты на медстраховку Мы, американцы, любим все большое Я только сейчас заметил, насколько ироничен тот факт, что ресурс еды здесь обозначен бургером Кстати, что-то с ресурсами проблема Ну да, жирные танки с жирными самолетами много требуют Но ничего, мы все-таки Мурико можем себе позволить Миликаньсям придется подзатянуть пояса Ради того, чтобы мы могли тотально умиротворить мир нашими миротворцами Слушайте, а в этом же реально есть смысл? Прилетаешь парой эскадрильи и огненным штормом уничтожаешь вообще все живое, что рядом есть! Воевать больше становится некому и все, долгожданный мир Не за что Примерно в этом и будет заключаться внешняя политика США на ближайшие годы А для этого понадобится много ядерки пресловутой Мы и так ее в немалых количествах производим, но больше лучше Такого добра мало никогда не бывает Так, ну по механикам я, кстати, ничего особенного Ой-ой-ой! Кхм-кхм! И что это было? Разработчики, вы это поаккуратнее Мне за такие скримеры может пять ночей с бутылкой светить Тут у СССР, в общем, такая механика есть по поводу недовольных аборигенов Они из украинской поварской армии готовят бендерики Вкусное блюдо, но Сталину больше грузинская кухня по духу Поэтому он эту организацию прикрывает постепенно А нам тут бендерики нравятся Поэтому мы будем украинским поварам помогать Как-то так В остальном ничего особенного, вроде Тут еще таймер китайской гражданской войны показан Но я боюсь, что нихрена не успею там сделать Каментунг слишком пососный Хотя, а почему бы и не попробовать? Что мне мешает тащим-то? В худшем случае маоистиков просто истощу Только тогда прям сейчас придется рашить эту веточку Да блин, где оно? Я найти не могу Слишком много, скажем так, возможностей Но чтобы вечер уже переставал быть томным Подкинем несколько десятков дивизий ГДРовской границы Че им в своих Филадельфиях простаивать? Надо уже потихонечку готовиться Блин, ты че? Я зафрилацировался в США, изменил имя и обрел там счастье? Вот короче, тогда он и будет за самой опасной границей следить И все же, какая ОМЕРИКА Это ОМЕРИКА Даже в пехотной дивизии Здесь ни одного пехотного полка нет С жиру твари бесятся со своими танками и моторизацией Кстати, реально, а че большая часть пехотской армии на родине сидит? Все соседи и так уже жмыхнуты величием американской нации Ну кроме кубинцев, но они попозже закукарекают Разве что говно нацгвардию тут оставим на прикрытие берегов на всякий Ну и гуталинчиком стрелять, если взбунтуются Это не расизм, это история В основном именно этим американские внутренние войска и занимались до недавних времен Так, начинаем залезать своими тентаклями свободы и счастья в Азию Там Китай сейчас, потом Корея Холодная война так-то только для СССР и США была холодной А вот окружающим подсосиком жилось куда, как веселее Гоминьдановцев до состояния тайваньских карапузычей кидать не будем Есть фокус объявления прямой войны, но тут все непросто Как бы можно и Join the 3 и Call for International Military Operation Special И, наверное, второе виходнее будет? Иначе нахрена я всех этих х**ов европейских от нациков освобождал Вы капиталисты, а значит любое вложение должно себя в какой-то мере окупить Вот пусть и кровью окупают, я чё, один что-ли должен за всех отдуваться? И он пусть тоже нас поддерживает, нахрена вы его создавали тогда вообще? Предотвратить Третью Мировую? Пфф, скорее помочь ее развязать Вполне себе может быть и прямо сейчас, в зависимости от реакции советов Меня действительно пугает, что вся империалистическая и демократическая радость слишком быстро кончится Контент тут до начала 80-х так-то рассчитан А если я собак быстренько раз... в чем тогда будет прикол? Непонятно Игру можно закончить в 56-м, но зачем? Третью Мировую начнем точно не раньше Карибского кризиса Сокрушить коммунизм, конечно, важно, но наследить своими идеалами свободы по всему миру еще важнее И в 60-х уже в особенности над своими жителями Через ролик 2 узнаете как А? В Москве-то и не сильно против нашей специальной полицейской операции в Китае Они просто воздержались Агрессивная советская яишка какая-то уж слишком терпильная получается Короче, интернационального прям вторжения не будет Это скорее как в Корее фигня Блин А вот Китаю, наверное, можно было прямо и войну объявить Слишком жирный кусок Хотя, если брать во внимание наше мелкопусечное количество дивизий То, что надо, они сформированы еще У Мао-то частей побольше, да и получше будет Уже-то я на своей ж... играя за гаминдан испытал Да и не факт, что до скорого с... на Тайвань я успею нормально войск перекинуть Ну посмотрим, успеют ли интернациональные добровольчики Ё...ушки-воробушки Аж 8 дивизий можно отправить Нормально, что-нибудь с этим сумеем сделать Куда мои дивизии прилетели? И главное, а как? Тут даже аэропорта нет Или это любезные советские товарищи через Бишкех нам куда высадиться и проход через границу дали Или через всю Индию и по единственной доступной гималайской горной тропе, форсированным маршем За неделю Теперь надо думать не об остановке маоистов, а о том, как бы их в окружении не просрать Я очень надеюсь, что добровольцев остальных держав не туда же кинет Или это будет, ну, просто крупнейший просер Но это если они еще настолько умные, чтобы хоть что-то сюда отправить Ооо, а кого следующего напрягать, чё-то я не подумал Столько всего разного Вообще не помешало бы с самого начала готовиться всем будущим НАТО к тотальной атомной РИДИНИЕ С другой стороны, кощах нововне НАТОвского союзника надо бы поддержать А им действительно можно хорошо так помочь, наверное, лучше, чем всем остальным Мы демократически друг друга не обманываем, да и своих не бросаем И есть еще дебаты про деколонизацию, в которой наша позиция будет в том, что деколонизация нахуй нужна А то понаплодиться потом в свободной Африке коммунистов, как блох на бомжей, нам же их вычищать И ведь это не открылась еще самая интересная ветка, цареушная Вот поэтому я и ненавижу демократию, сложно выбирать Знаете, все-таки их Третьей Мировой потихоньку готовится Чтобы гномики, которые на себя первый удар примут, не совсем уж осыпались без оммерикан помощи Да и вообще, чтобы у них были промышленные мощности, мои империалист... Кхм-кхм-кхм Совместно защищать мировую свободу от надвигающегося тоталитаризма Естественно, с гермашки начнем, а то мне очень нравилось, как она быстро падала, играя за ГДР Но сейчас меня эти воспоминания уже что-то не греют Ну и на заранее неплохо бы было кореякам помощь оказать, им тоже тяжко придется Так же, как мне прямо сейчас в их китайских горах Они мои х**бейшие танки чисто на морально-волевых пробивают Я даже где-то одну дивизию успел просрать, хотя котлов не было И подсосы мелкие мне тоже не собираются в Китае помогать, но оно, походу, даже и к лучшему Но все равно обидно, что нашутили, суки Ну ничего, скоро мы сделаем так, что им уже не отвертеться будет Что-то реально как-то тяжело с коммунистами китайскими воевать Они при минимальном численном пехотном превосходстве давят мои жирные танковые дивизии И мне страшно! Чем они их, сука, пробивают-то? А, ну ладно, в принципе, понятно, чем Ой, п**ка Я втайне надеялся, что приеду тут, американский барин Передавлю всех за пару месяцев своими танками И домой к Рождеству, ну или там Хилуину, чё поближе А эти децивилизованные г***опы и абодранцы Оказались цивилизованными ни г***апами, ни абодранцами И запросто мою бронетехнику вскрывают Может быть сокрушением коммунизма будет чуть потяжелее, чем я изначально рассчитывал Походу, нам нужно побольше средств сдерживания Коммунисты как Бацилла, как Чуману Или как мы по всему миру распространяются И чтобы их остановить, нам понадобится еще очень много чего Да, это таки долго Но просрать все полимеры в третьем мире дороже выйдет Класс! Я даже максимально убитую пехотную китайскую дивизию выбить не могу Если в Артюндере есть непробиваемый ничем Сталиниум То тут придумали Маоиниум непобедимый И в солдат его обличают Коммунистическая, сука, стойкость О, туда еще и вторая дивизия прибыла Все, даже пытаться не буду Вообще, было бы логично, если у нас тут гонка вооружений в самом разгаре заняться вооружением Изобрезть хоть что-нибудь, что будет пробивать китайских крестьян кривозубых Но такое ощущение, что все военные ветки в Айрон Кёртоне делал один чел И он не парился от слова совсем Вот тебе накакаем военными исследованиями, флотскими и воздушными И с этим как хочешь Но США еще лишних 4 фокуса добавили На ракетки, наверное, понадобится А, щепо, это как-то слишком скучно Я пошел поддерживать Израиль Нашим указом статуса хво между евреями и палестинцами не будет История доказывает, что даже если я его предложу, всем просто будет похлину Так что лучше будет сразу поддерживать тех, кто выглядит успешней И как бы не было иронично, что они социалисты Сможет больше вложить в дело борьбы с коммуняками и подкоммунистами И советников для наших братьев не жалко и денег, и оружия Я верю, эти ребята им правильно воспользуются А, вот про это я забыл Конечно, мы слишком позитивные ребята, чтобы прям как дядя Йози Джугашвили чисточки начинать Но вот не давать спокойно существовать прокоммуняцким знаменитостям Это мы можем Начинаем охоту на ведьму Маккартизм Который для левачков всяких эцелитр или как 1-9-8-4 Тем временем эти же левачки, когда Сталинюга пострелял очередную партию еврейчиков-медиков Такие, этого не было и они этого заслуживали Вы не понимаете, это хорошие репрессии, пролетарские Да, все-таки в президентской ветке есть пару интересных фокусов Правда, только парочку Потому что в основном это блевота по типу уменьшения, налогов, социалочки Сегодня социалку дашь, а завтра родину продашь Да и вообще, все это социал уж слишком похоже на социализм А мы с этим боремся, так что, х**, грязные коми, свобода неостановима Хм, я таки решил деколонизационными дебатами заняться И тут реально дебаты Можно все-таки провести деколонизацию, но только потому, что это таки неходно По сути, сделав из европейских колоний американские, только с чуть большей автономией Да и этим бомжарям только лучше будет, у них хоть какое-то производство появится С другой стороны, а можно ли этим чудикам на букву М доверять? Всю мою промышленную помощь в какой-нибудь прекрасный момент могут просто экспроприировать То есть, п**ть, если говорить человеческим языком, а не марксистским Хочу денег, но не хочу потенциальным коммунякам помогать, как быть? За что? За что игра ты меня ставишь перед такими тяжелыми моральными выборами? Ах, ладно, продолжим европейскую цивилизаторскую миссию, так сказать бы Может даже реально удастся колониальной империи спасти от развала С другой стороны, если он не спасет, местные аборигены дикие, я думаю, мне это еще припомнят Ну, постараемся мыслить позитивно Ой-вей, еще увидели мои глазенки, мне так еще это кажется? Бф, не кажется Это реально американская дивизия со звездой Давида в виде официальной символики Погодите, это реально? И после этого кто-то реально будет утверждать, что всемирного еврейского заговора не существует Вот и думайте теперь Отдельная кошахная бригада имени Мойша Рабиновича и найденного на улице Щекеля Какое же счастье, что мы объединяем усилия колониалистов и местного населения Во имя работы для общего светлого будущего А так, в принципе, раньше и было Ну разве плохо, что ли, в Африке, а? Да, там в некоторых странах существует рынок отрезанных у бунтовщиков рук Но, блин, долгожданную независимость и свободу тоже немного кто переживет Так-то хоть европейцам на черном континенте жить плюс-минус нормально А после деколонизации хреново будет вообще всем Опа, вот это подляночка, б***ь Гоминьдановцы, значит, свалили на Тайвань, а нас забыли Спасибо, сука! Да, с такими союзничками и без десущих коммунистов не надо Ладно, в Китае мы объективно обосрались И вообще сомневаюсь, что другой исход событий был бы возможен Вы семью на удивление легко пробиваемыми танковыми дивизиями фронт хрен выстроишь А вот в Корее такого лучше будет не допускать В конце концов, тут нам всегда будет доступен вариант с ядеркой А оно уже не только греет солдат противников до состояния фонящих уголечков, но и мне душу Эй, а как это я в минус по бюджету ушел? Это же Америка Капитализм, счастье, заф***ись Это что, мне 12 новых танковых дивизий так обошлись? Б***ь, дорого Что бы теперь оптимизировать? Может быть, сэс? Мне нужна монетарная выгода от ф***са любой ценой, но бесплатно Господи, б***ь, а это что за х***я? Уйди, страшилище космолетное Сделаю вид, что мне оно просто показалось Мне нужно спасибо, такого говна мне и в тыно хватило Ой, б***ь, уйди! Опа, почелось Чё, гайс, отдохнули пару деньков после китайской долбильни? Ну и можно обратно отправляться в азиатские антикоммунистические приключения На пару месяцев зашли и вышли Лее, 14 дивизий можно кинуть, это уже практически армия нормальная Не, ну с такими силами нельзя быть попуском Хотя вот историческим США количество войск что-то особо не помогло Но опять же, если что, ядерка нас всех спасет Слава Господу нашему Христу за то, что создал Соединенные Штаты Америки и ядерное оружие Как обычно, наши союзники слэш-марионетки убогие уроды И наши атошери принимают, вы чё, совсем ебать? Но нам всё равно придётся закидывать их тоннами вооружения Чтобы они могли марш-марш нафаршировать бесконечный фронт при этом держать На тебе, братка, сразу 15 тысяч стреляющих палок одним рейсом Для защиты демократии Хотя она у них, конечно, такая, своеобразная Не жалко А волонтёры тут, на удивление, быстро приезжают Кавалерия прибыла, товарищки Мерсен, готовь свою попочку И, кстати, 14 это ещё не максимум дивизий, которые я могу туда отправить Как и все остальные Даже советы? Чё-то, мне кажется, этот бабчик может и далеко не в нашу сторону по итогу выйти Чё-то я начинаю всё больше и больше жалеть, что у меня нет обычных хороших пехотных дивизий Даже маринисы на бронемашинках Обороняться и закрепляться тащим-то особенно и нечем Да и по старой доброй традиции мои танки ни х**а не пробивают С этим как бы надо чё-то делать, ну вот чё Ну это вообще не порядок, когда меня две базовые северокорейские пехотные дивизии побеждают Это прям... унизительно? Ой, какой же трешняк О, а в этот раз будут демонстрировать чудеса мрачного британского танкостроительского гения Не, а походу починили трансформеров из горячечного сна шизофреника И экран больше не мерцает жутко при приближении Ну и на том спасибо Не, ну корейцы должны что-то из себя представлять, иначе это бред Мало того, что я их по ленд-лизу оружием захидал, им ещё и скриптова нормально так даётся Давайте, сделайте, ну хоть что-нибудь Я в вас не верю, конечно, но к сожалению приходится Ну, они вернулись и улом, молодцы И даже прямо сходу его не прошутили, и это результат А, не, ах** им таки прошутили Короче, мы тут надолго Или нет, вон пошёл какой-то прорывчик Тут снабжение говёное, и мои говёные дивизии становятся от этого ещё говёнее Я с этим ничего сделать не могу Или погодите, могу Да них**а я не могу Значит, остаётся только страдать и эти тупые бессмысленные прорывчики Ну вот опять же, приятненькая ситуация начинает вырисовываться Но ты не особо веришь, что что-то получится Даже котелочек удалось забабахать, господи боже мой А так меня даже через отчаянную оборону пробивают Абсолютно на похуй А самольётики мои где? Я даже специально перезапускался, чтобы их добровольцам привязать И нахрена, чтобы они над Японией летали? Алё, оу, ё**й, работать! Ммм, а такие интересные предложения Каментунговцы хоть и у себя все полимеры просрали Но не хотят, чтобы и соседи были подкоммуняцкие Поэтому они сами по своей воле просятся в Корейскую войну Как очередная сторона конфликта Сколько у них дивизий? Не, а оно им надо хотя бы, чтобы тайваньскую логистику разгрузить Тем более мы как раз таки пушим И нам бы не помешало прикрытие флангов Особенно так доху**а У северокорейцев тоже, похоже, всё не очень замечательно Вон они допотопные броневики юзают Он настолько старо выглядит, что может это и тот самый, с которого Ленин выступал Какая там по счёту, пятимиллиардная битва за Сеул выиграна И господи, пожалуйста, пусть она будет последней Дальше Пхеньян за три дня Всё идёт по плану О потери? Потерь нет Но может там наполшишечки, да и кто их считает вообще Главное, мы побеждаем И надо бы зазернить этот успех Наконец-то танки начинают выполнять свою основную роль Чудо! Засадь опять Да иди ты нахуй Это, конечно, было ожидаемо, но всё равно Пиздец, как неприятно Сразу начнём на китайчиков наезжать, пока просто запугивая. Только вот они настолько пришибленные, что их хрен испугаешь. Ммм, да, проблема у нас, конечно, прибавилась. Но не критически, вроде бы. Погодите, это реально? Всё настолько просто оказалось? Ну, ребят, ну вы чё? Я, короче, попросил, Мао, отведи войска. И он отвёл. Пожалел ихних матерей, получается. Ну подожди, а как же ядевка? Её, конечно, можно и просто так скинуть, но гораздо веселее, когда на концентрацию войск. Ах, её, походу, и так бы не было. Потому что, чтобы МакАртура привести к власти, надо разозлить его, не давая пульт от ядерки. А может, забить на него? Не знаю, ядерки тут ещё много будет, но, блядь. В очередной раз игра ставит меня перед очень нелёгким выбором. Да и вообще, тут же можно Китаю войну объявить, пока он окончательно с конфликта не ливнул. А стоит ли мне это делать? Да похрен, ну буду уже в следующем видосе решать. А ну а пока... Пока. Америка!